Первый магазин китайской книги в столице России отметил годовщину. По этому случаю торговая точка планирует расширить ассортимент и спектр услуг. Расскажут подробнее мои коллеги. Сейчас на полках магазина «Шанс Баку», расположенного на Арбате, около 5000 книг на китайском языке и почти 500 изданий о Китае на русском. Это и учебники по китайскому языку, и книги по истории и искусству, и переводы китайской литературы и многое другое. Владельцы магазина говорят, что намерены собрать под одной крышей всё самое интересное про древний и современный Китай. Все эти книги, например, совсем недавно получили награду от Ассоциации книгоиздателей России. Уверен, что они многим будут интересны. Как рассказывает Мурпин, за год у магазина появилось немало постоянных клиентов. По сравнению с другими российскими продавцами китайских книг, здесь стараются удерживать цены в разумных пределах. И там цены очень высокие были, потому что привозили из Дальнего Востока, России, и там через посредников. И посредники цену накладывали, и потом ещё магазин накладывали, цены получались очень высокие. А тут нормальная цена. Это очень приятно. Владельцы магазина ищут разные способы, чтобы заинтересовать как можно больше людей китайской культурой. Недавно здесь открылись курсы Тайди Чюань. Занятия в книжном магазине очень интересны, потому что, во-первых, это китайская аура, китайская атмосфера. Это как раз родина Тайди Чюань. Во-вторых, конечно же, здесь есть место, и приходят люди, которым интересна Тайди Чюань, интересна китайская культура. Мне кажется, русский человек может многому научиться, занимаясь Тайди Чюань. Это здоровый образ жизни и здоровый образ мышления. К юбилею магазина также подготовили ряд выставок и лекций, где расскажут москвичам и гостям столицы ещё больше о культуре восточного соседа.